Продолжается матч с Антоном Майдера. В предыдущей партии весьма печальным для меня образом, несмотря на шикарный выиграть из дебюта черными, потратил опять же слишком много времени на не то расчеты, не то пустые разговоры и комментарии. В итоге Антон уверенно отбился и выиграл, вышел вперед в матче. Снова у нас конь в 35, и передо мной стоит выбор, идти ли в Гамбитмор или нет, но в этот раз я сыграю уже 3, в характерном для меня стиле. 2-0, видимо 2-0 не тот, сейчас надо играть d4 сразу, но у нас, я так понимаю, что будет обсуждение вот этой табии во второй раз в матче. dc. dc на самом деле главный ход. Попробую сыграть dc, то есть на ферзь d1, ладья d11, c5, кунь d2, белый отыгрывает пешку и надеется на небольшой перерез в эндшпиле. Попытаюсь я пересмотреть в этой партии свой подход к игре, потому что все-таки так сильно проседать по времени, наверное, нельзя. То нужно находиться в очень хорошей форме, чтобы играть с 10 секундами против 2-х минут. К сожалению, сегодня у меня это не получается, поэтому попытаюсь играть по-другому. На понь d4 просто слон d7. Что можно сделать? Можно сыграть c4, слон d7, просто как-то подразвиться. Выглядит неубедительно. Ладно, сыграет c4, отнимаю поле d5 у коня. Скорее всего, последует слон d7, это наиболее естественный ход. И, видимо, белые после этого просто разобьют фигуры, слон d4. Если честно, не кажется, что это хороший способ борьбы за перерез. Да, и e5 тоже сильный ответ. Видимо, все-таки не надо было мудрить, надо было просто сыграть конь c на d4 по предыдущим ходам. Сейчас черный разобьют белопольного слона и, видимо, уравняют. Да, это, конечно, весьма слабо было сыграно с моей стороны. Попробую, да, можно попробовать все-таки слон b2, надавить на эту пешку. e4, конь e5, есть ли там шанс. Надо, видимо, играть слон b2, создавать хоть какие-то проблемы. e4, есть ход конь d4, есть ход конь g5, конь g5, слон f5, конь d4, конь d4, слон d7, тоже у черных проблем нет. Но, видимо, та стадия партии, когда надо было создавать черную проблему, уже в любом случае, она миновала. Проблемы создать не удалось, поэтому надо просто сделать нормальные, адекватные ходы и надеяться на лучшее. Конь d4. Опять же, непонятно, кем брать. Попробую взять коню. Черный бассы грают слон d7 и, возможно, в будущем мне уже придется страдать из-за того, что пешка на c4 слаба. Но при этом никакого усиления по уходу партии я найти за белых все равно не мог. То есть, видимо, вот в этот момент была допущена серьезная неточность, если надо играть конь b на d4. Потому что сейчас после слона d7 у белых совершенно ничего нет. То есть, как я уже сказал, видимо, надо бороться за равенство. Что, конечно, опять же, довольно печальный итог дебюта. Но ничего. Может быть, на слон d7 есть ход конь b5. Слон c6 и вот после этого что-то попытаться найти. Конь d6, например, сразу. Слон d7 сыгран, разумеется, конь b5. Другое дело, что черное-то в принципе ничего не грозит. Можно было проигнорировать все. Слон f6 была не угроза из-за того, что после слона f6 висит моя ладья. Ну, то, что я делаю там тонн, мне не очень нравится. Потому что, как мне кажется, это в некоторой степени игра над бой. А серьезных предпосылок для того, чтобы играть над бой, черный у меня в такой комфортной позиции, по-моему, не было. Надо попытаться что-то из этого извлечь. Где-то один правильный ход. Сейчас поставлю ладья d8. Я могу посменять пару фигур. Туда будет просто ничья. То есть, я имею в виду, могу сменяться на d8, f6 и съесть лишнюю пешку. Но это неубедительно. В свой стенд, если ладья уйдет, то... Может быть, черные могут заползти на d2, ладья c8. Вроде бы, все равно не могут. Ладно, сыграю ладья c1. Смотрим, что Антон имел в виду. Мне кажется, что играть ладья d2 не очень выгодно. Но это может оказаться и не так. В то же время, я хочу уже взять на f6 и взять на e4. Потому что разноцвет с ладьями с лишней пешкой, это совсем не то же самое, что разноцвет без ладей с лишней пешкой. Может, у белых есть некоторый перевес. Но опять же, это в первую очередь связано с тем, что Антон, по непонятной для меня причине, взял этого коня. Можно было сделать, в принципе, любой ход. То, например, поставить ладью по центру, и у белых не было бы никаких предпосылок для того, чтобы бороться за перевес. Слон d6. Ну, я могу взять на f6 и взять на e4. Кажется, неплохая идея. b6, да, у черного слоя есть сильный опорный пункт на c5. Но это не так страшно. Заведу ладьон c6. Пытаюсь таким образом не допустить слоя на c5, потому что висит пешка на f6. Поставлю e3. Ну и поведу короля в центр. Черный слоя, но есть шансы на ничью в этой позиции. Может быть, неплохие шансы на ничью. Ну, я попытаюсь побороться. Хочет Антон сыграть ладья g5. Не пропущу ладью туда. Совсем понятно, как пристать к слабостям в позиции черных. Может быть, попробовать слон d5 и e4 поставить. Король e6. Кажется, я ладья c4. Пугаю Антона угрозой ладья a4. В целом, просто пытаюсь быстро сделать ход. f5. Я не уверен, что f5 – правильное решение. Теперь пешка стоит на белом поле. Можно будет попытаться в будущем к ней пристать. Для d8. То есть на ладья a4 просто слон b8. Выглядит пассивно, но может быть и неплохо для черных. Да, надо что-то тем временем делать. Сокраю слон b7. Слон c5 и дей ладья a4. Может быть, выглядит немного странно, но... Почему бы и нет? Слон c8. Пытаюсь привязаться к слабостям. Но пока не получается. У черных есть ход ладья d6. Скорее всего, переход в чисто разноцвет не выигрывает за белых. Слон d6 все-таки сыгран. Немножко удивительно. Убираю слона. Времени уж совсем нет. Придется перейти на режим исполнения каких-то попало ходов, к сожалению. Ладья a4. Вроде как, надо играть слон b8. Ладья c4. a4 сыграет. a4 слабый ход. Теперь нет этой идеи. Ладья a4 в будущем. Слон c8. Последует опять король f6. Не могу я пока найти ресурса для усиления позиции. Я c6. Пытаюсь как-то крутиться. Ну ладно, слон на а6 сделать нечего. Надо вернуть его на базу. Ладью тоже куда-нибудь вернуть. Так, мне тем временем дают вторую пешку, но меняют ладьи. Интересное решение. Мне кажется, неправильное. Ну, что он на c7, я все наберу на f5. С двумя лишними пешками такая позиция должна быть очень хороша для белых. Ну, посмотрим. Ладает Антона на слона. Убираю на g6, чтобы не земнуть пешку на h5. Ну да, сейчас этот центр должен, в принципе, покатиться вперед. Ставлю g4. Хочу переставить слона на f5. Это более удачный опорный пункт для него. Ладья c5. Чисто разноцвет должен быть выигран. Не факт, что это техничное решение. Да, наверное, на самом деле вообще неудачное решение за белых. Можно такую позицию и не выиграть. Король идет вперед. Ну, вот черный слон расположен очень удачно. На f4 я сыграл тоже очень зря. Слон от рих, скорее всего, ход неправильно. Теперь все-таки эта фаланга начинает двигаться. Ходится снова выигранная за белых. Скорее всего, потому что удастся провести h5. Может быть, она и была выигранная. Даже несмотря на мою неубедительную реализацию. Но тут уже совсем шансов не остается. Король просто идет на h7. Идет, идет. Я хотел сказать, что все заканчивается. Может быть, здесь не все так просто. Ладно, сыграл король g6. Потом король h5 и g6. Не вижу за черных защиты. Да, и, видимо, партия сейчас закончится. Как вы видите, в этом матче борьба несравнимо более напряженная. Еще тоже значительно большую интригу в себе несет, чем в предыдущем матче. 2,5 на 2,5 после 5 партий. Собрались мы сыграть 6. Так что следующая, возможно, окажется последней. Возможно, и нет. В любом случае оставайтесь с нами и встретимся в следующей партии матча.